Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Номер 1358. Событие дня. Евангелие Теяна, 20 глава, 31 стих. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его за 4 сентября 2019 года. Обращение. Прочитайте все данные. Курсором останавливайте, чтобы можно прочитать. Вот эта переписка у нас знакомая, тут я их беру. Больше ничего нет. Это событие наше. Ну, как всегда, подъем к 4,40. Так, молитва. И мы пошли на рыбалку. Решили переставить сети в другое место. Ну, это надо сматывать постепенно, вытаскивать, отвязывать. Мы сделали. И последнее. Ну, втыкает. Как палка длинная такая. И она наклоняется от сетки. Как ее задержать? Она близко к берегу. У меня в кармане, как у хорошего бомжа, всегда всего полно. Давай искать в карманах веревочки. И натянули, и за траву засыпили, привязали. А там рыбачили, какие-то усины. Забили кувалды с плота, из лодки. Березовые. Как свая. И к ним там мордушки привязывали. Теперь они ловят, они так и остались посредине. Этого делать нельзя. Это водоем. Но у нас было, что забитый пирс, когда был, по нему ходили, на глубину. И там лягушатник сделан, деревянное дно. Купались, крещение было. И там лет 20. А потом лед поднял все и разнес. И все в другой берег, который, если отсюда смотреть на восток. И там в воде. Пошел к Никите, вытащить не может. Потом вытащим. Я говорю, нет, не потом, а сейчас. Ну, к отцу обратился, к Андрею. А тот, кто это сделал? Да и я делал. Ну, надо здесь делать. Я говорю, надо собрать людей. Мы веревки привяжем длинные на берег-то и тащить, попробовать. А мы будем расшатывать его, которые они забили друг от друга на расстоянии, допустим, пяти метров. Мордушки делать или ближе. Веревки всякие собрал разного. Одни бельевые, другие пенистки, толстые. Это как, если взять толщиной в палец или в большой палец на руке. И на маленьком грузовичке он приехал такой, как, ну, маленький, с кузовком. Ну, а мы на плоту с Володей, да, и вытащили все три забитые эти кола или как сваи. Вытащили бельевую веревку вдвое, а там этот толстый альпийский, альпинистский. И он поднимает там, ну, на полуострове там наклонная сильно. Ну, все нормально, вытащили. А потом вытаскивать стали те, которые около берега прибитые. А там вырваны со сваями, лед вырвал. С досками, по которым ходили, с лестницей, по которой опускались. Ну, и так интересно, можно было посмотреть, но не до этого. Да и как аппарат взять в воду-то на плоту. Ну, ничего этого нигде не было записано, но провели два часа. Вытащили все на берег. Пускай теперь сохнет там доски. И к одной большой свае прибит крест восьмиконечный, высокий, где-то метров девять-шест. Он под водой был. Я его искал, искал, нигде нет. Он искал, ну, как спрашивал. И тут вытащили. Мы его погрузили на плот тяжелый, весь пропитанный. А дальше мы с Володей, я говорю, давай-ка мы заглянем. Там крест стоял, где мы обедали. Ну, он ближе сюда. Там ямы, глину убрали. Она глубокая такая, намного глубже роста человеческого. И она ограждена была. Но эта оградка порушилась. И там в крапиве все, и скотина может рухнуть туда. А виноваты мы. Мы вернулись. У нас такая тележка на железных колесах. Ну, никаких подшипников там нету. Но загрузили эти столбушки. Кое-как поднимаю их шесть штук. И один длинный туда. А где крест решил этот, который достали, восставить. Но только уже он стоял в воде, к свае прибитой. А это здесь закопать столб и к нему прибить. Там, где сейчас мы сдвинули в сторону новое крещение. Ну, по-новому. Все это сделано было скамейкой. От скамейки слева хотя бы полметра отступить. Вот так думал, где, смотрел. И надо, чтобы было скрещение рядом. И можно было видеть с дороги. И вот, наконец, нашли. Давай крест этот. Ну, весь тиной там обросший. Все-таки мы его очистили. А я говорю, нет, надо колючую проволоку еще повесить. Там, где руки раскинуты. А где ее возьмешь? Колючую проволоку пошел, нашел. Я раньше видел. Из нее кружок сделал, как терновый венец. Я говорю, надо там выправить. Пошли, тележку погрузили. Жерни. И сделали. Взяли мазилу от отработкой мазать. Потом Володя пройдет, все это прокомментирует. И успели сделать здесь. Ну, уже полвосьмого. Вот. А начали в два. А мы-то выше. Раньше еще, наверное, полчаса. Вот и считай. Ро, два, семь. Восьмого. Ну, шесть часов почти. Без передыха. Устали. Ужасно как. Ну, все сделали. На душе радостно. Мы успели сделать. Коров уже пригнали. Мы вернулись. Поужинал, да и домой. К себе в Скворечник. Вот такой большой, длинный, прекрасный день. Четвертого сентября. Все как будто бы. Я записываю после двенадцати ночи. Уже пятое идет.